Мы читаем из подборки Каббала народу, Нох, 27-я страница, и восстанови союз мой. Можно скачать эту подборку в Зор народу, на сайте Каббала народу. Зор говорит здесь о зевуге между Зорампином и Малхут. Все миры сверху, от мира бесконечности, Адам Кадмон. Все, что мы изучали в разбиении Килим, в подготовке, весь мир Ацелут, это система, управляющая и заботящая о душах, о всех расправлениях. Высшее управление и высшая забота, все это достигает Зорампина Ацелута, который называется Кадож Барху, Творец. И связь между Кадож Барху и Нижними проходит через Малху, через Кнесет Исраиль, через Шхину, через все души, где могут через Бияб достичь до Малхут, и там встретиться и пребывать в зевуге, и в контакте с Зорампином. И если души не достигают Малхут Мира Ацелут, то все равно происходит зевуг Зорампины Малхут Мира Ацелут, но это не хороший зевуг, если Малхут неисправлено, если Малхут нечистое. Есть в нем разные названия. И то, что мы называем путем страданиям, когда мы продвигаемся к исправлениям, то Ришимот поднимается все время, происходит контакт между Зорампином и Малхут, но Малхут тогда, она находится во власти неисправленных желаний. Если мы поднимаем наше желание к Малхут, мы сразу же вызываем то, что она согласно нашим просьбам свяжется с Зорампином, и тогда это происходит связь сверху через Энцов с душами, которые поднялись в Малхут, и это связь по пути Торы, по пути света, а не по пути страданий. Итак, Зор описывает здесь нам немного из этого, есть еще много мест, где он говорит об этом, но и здесь тоже, и все зависит, конечно же, от наших просьб слиться с Малхут. Пожалуйста. И установлю союз мой, 153 пункт. И установлю союз мой с тобой. Отсюда следует, что исполнение союза, которое наверху, это исполнение союза внизу. Союз — это Есот. Исполнение союза, взаимодействие, Зевук-Зон, Зорампины и Нуквы. И установлю союз мой, это указывает на взаимодействие, на Зевук, Зон и с тобой посредством твоего соединения в Ковчеге. Ибо Ноах и Ковчег — это Есот и Малхут внизу, и от них зависит взаимодействие и Зевук, Есот и Малхут наверху, которые являются Зон. и есть праведники в мире, существует мир внизу и наверху. Нуква называется мир наверху, а исполнение, то есть Зевук, когда есть праведники в Нижнем мире, вызывают Зевук, Зорампины и Нуквы наверху, и существует Нуква по их посредствам, как сказано, и установлю союз мой с тобой. 154. И пробуждение мужчины к Нукве происходит, когда он ревнует ее, когда есть праведник в мире, шхена не уходит от него, и страсть ее к нему. Тогда пробуждается к ней высшая страсть с любовью. Когда есть праведник, то шхена не уходит от него. От него от кого? От праведника или от мужчины, от Зорампина? И страсть ее к нему, к Зорампину. Тогда пробуждается к ней высшая страсть с любовью, от Зорампина. Как страсть мужчины к Нукве, когда он ревнует ее. И об этом сказано, и установлю союз мой с тобой. Пробудилась во мне страсть из-за тебя, аналогично этому сказано, союз мой установлю с Ицхаком из-за Ицхака, как и с Ноохом. То есть, особые души, которые пробуждают звук, зон, правильный. И вот все привлекается в мир посредством Нуквы, и исправления, и изъяны. То есть, неважно, либо воздействия благоприятные, либо неблагоприятные. Приходят через нее. Это называется либо шхина в изгнании, доставлять нам страдания, либо шхина, которую мы вызываем пробуждение, избавление. Это хорошее воздействие. Как сказано, и царство его правит всем. Всем, то есть, и хорошим, и добром, и злом. И когда отдача исправна, она привлекается от взаимодействия взивуга, Зерампина и Нуквы. А когда отдача испорчена, она привлекается от взивуга нечистых зон, называющихся другим богом, который прилюбляется к Нукве Зерампина, и тянет к себе изобилие святости, и превращает его в нечистоту изъяны. И это ревность, которой Зерампин ревнует Нукву, чтобы другой бог не прилепился к ней. И когда есть праведник в мире, тогда из большого желания Нуквы совершить отдачу праведнику, она отдаляется от другого бога, и любовь Зерампина усиливается теперь всемирно. Чтобы взаимодействовать с Ишхиной, совершить отдачу праведнику, как усиливается любовь мужчины к женщине, когда ревнует ее, и боится, как бы не приступила с другим. Также боялся Зерампин, как бы она не прилепилась к отдаче другому богу. Есть много рассказов в других частях Зор, почему это устроено таким образом, и какие добавки это вызывает. Это ревность сверху и снизу. «И установлю союз мой с тобой, чтобы ты был моим союзом в мире, а затем сказано и войдешь в ковчег, ибо если бы не был праведником, не вошел бы в ковчег, так как ни один человек не соединится с ковчегом, кроме праведника. И потому сказано «И войдешь в ковчег после слов и установлю союз мой с тобой». 156. «Пока люди соблюдают этот союз, нет народа и наречия в мире, способного им навредить. И Ноах соблюдал этот союз и хранил его». То есть уже следует понять, что мы находимся в Ноах, что вся тема Ноах это тоже между Зерампин и Малхут, Мира Целут, и об этом идет речь. Вообще все не говорится ни о чем ином. Только вот эти определения по величине и в характере Зевуга между ними это называется Ноах и ковчег. и потому хранил его Творец. А все его современники не хранили этот союз и потому истребил их Творец из мира. Допустим, говорится о человеке, который выясняет, что в нем называется Ноах, праведник, мысль, свойства, с которыми он может устремиться к отдаче и тогда с ними он преодолевает и достигает брит союза с Творцом, а все остальные они исчезают, они уходят с потопом. Исправление и с этой стороны, и с другой стороны, там, где Ноах прячется в ковчеге, а все остальные его свойства другие, они разрушаются. И каким грехом согрешили, точно таким же образом были стерты с мира. Есть вопросы? Да. Что мы можем взять из этого состояния ревности, которое написалось для того, чтобы пробудить высшего относительно к нас? Ревность Творца и войск его, это очень высокая вещь, это не говорится о нашей жизни. есть особое отношение к Творцу, как будто бы он ревнует, изберем мы его или кого-то другого, другого Бога. Из нашей жизни мы не можем учить такие глупые низкие вещи, но все-таки в чем-то, потому что это корни ветвь, есть добавка к любви, что без ревности в сущности нет любви. Как сказано проявление света из-за тьмы, то же самое здесь, когда есть две стороны, то каждая сторона измеряется соответственно величине, стремлению, возможностей, и страха вмешательства другой стороны и против этого какое действие есть и как поднимаются относительно этого. И здесь мы должны понять, что если мы говорим об об отдаче, то получается, что другая сторона дает тебе все, так творец делает специально через себя, дает тебе все, все наслаждения, все возможности, все наполнения, все, а у него, как бы, творца, как будто бы нет ничего, кроме одного в важности отдачи. И тогда нужно выбрать. Понимаешь? Ну, представь себе с женщиной, которую ты любишь, и кто ты относительно того, что сейчас, допустим, приходит кто-то там, не знаю, какой-то великий, сильный, красивый, богатый, не знаю, там что еще, 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 еще. А в тебе как будто бы нет ничего. Но есть в тебе что-то, что-то совершенно не относится к тем свойствам и к тем, ну, как сказать это, тем пониманиям, которые выясняют согласно желанию получать, к каждому виду, то есть желанию получать в своих наполнениях, а только если избирают отдачу, тогда видят, что там нет ничего, и даже наоборот, это низко, это противоположно, это что-то страшное. А у того, у кого есть только свойства отдачи, и нет ничего, в ответ именно это то, что я хочу. ревность здесь дает я даже не знаю, как сказать, но это чувство, это как в нашем мире, ты можешь объяснить, что такое ревность, ненависть тому, кто это не чувствует. в духовном не то, что это увеличивает любовь, невозможно различить это ни в каком чувстве относительно Творца, как относительно него, потому что там правое против левого, поэтому ревность или ненависть, это очень такое необходимое состояние, и мы должны изучить его. Мы каждый раз, когда будем изучать взор, мы будем изучать зон, контакт, союз, зевук, объединение, объятие, поцелуи, разные такие определения относительно этого, относительно того, наполнения. Мы будем изучать много о ревности, о ненависти. Саша из Украины спрашивает, он спрашивает так, что если у Нижнего Порцуха нет желания, чтобы Высший его исправил, разве это называется, чтобы он исправить себя? Мы Нижние должны отыскать пробуждение, которое получаем каждую секунду от Высшего. К нам приходят только в разнообразных формах, противоположных, когда мы не знаем и не можем определить. Но нет секунды, когда нас вставляют, когда мы покинуты. Нет такого. И согласно этому, ты поймешь, что ты каждую секунду пренебрегаешь. Каждую секунду со стороны Высшего есть увеличение ревности. И каждую секунду, когда ты не обращаешь внимания на это, ты находишься в Зевуге, все равно, но с другим Богом. Так что же происходит соответственно этому? Начни так немножко жить этими вещами. Даже в такой земной, простой такой драме, конечно, это неверно, то, что происходит. Но все-таки как-то это можно описать состояние. Ну, что поделать? Но из описания состояния, не то, что мы представляем его в какой-то ситуации, как, скажем, в семье или еще в чем-то таком, но в ситуации, как мы изучаем желание получать, желание отдавать, связь между ними, отдача безвозмездно или с каким-то возмещением, это ты представляешь, или они чего-то животное. Понятно? Дашей. если я правильно понял, я понял, что зевуги другого с другим Богом, это радость, что, по сути дела, так приходит пробуждение. подъем? Нет, нет, нет. Зевук с другим Богом, это каждый раз, когда мы не не прилеплены к шхене, к матроните, госпоже, не обращаемся к Зерампину, Творцу, для того, чтобы связался с нами, мы связаны все-таки и получаем другого Бога. Другого Бога — это Ахорайм, обратная сторона, через обратную сторону, тот же источник, только в обратном виде. в противоположном. И тогда с помощью этого мы увеличиваем ревность. Эта ревность, она как страсть, которая увеличивается, но у нас она ощущается как отрицательная, поскольку все плохие ощущения, и все, что здесь происходит, ну, скажем, я не знаю, как если бы ты делал, если бы завидовал кому-то, ревновал кому-то, как бы ты там разрушался. Это не то, чтобы что со стороны Творца, таким образом происходит специально по отношению к нам, но мы приводим, хотя он добрый, несущий добро, мы таким образом хотим захватить наслаждение, что для себя, самих мы так делаем, через обратную сторону, делаем для себя эти состояния. пора продолжим. Статья восстановила разрушенный жертвенник Творца, 157-й пункт во времена Ильяу, все сыновья Исраэля оставили Творца и оставили свой Святой Союз. То есть, еще раз, не может быть такого, чтобы не было сочетания между Зерампин и Малхут, но соединение не в желательном виде. Это называется, что оставили Творца и находится в связи с другим Богом. когда пришел Ильяу и увидел, что сыновья Исраэля оставили Святой Союз и Союз снят с них, начал исправлять это на своем месте, исправлять Исот, чтобы был достоин взаимодействия с Малхут. Это определяется как восстановление жертвенника, а это Малхут. То есть, Исраэль оставили Святой Союз и Святой Союз взят от них. Понятно, сначала, когда это приводят снизу, и тогда сверху тоже прекращают это, поскольку запрещено давать наполнение, если нет Святого Союза. Союз называется отдача. Если не требует ради отдачи, тогда уходит этот звук. Если есть вопросы, можно задавать их. Дальше. 158 пункт. Поскольку приблизил это к своему месту, то есть, исправил Исот, приблизив его к Малхут, это называется жертвоприношениями, восстановилось все. Как сказано, и восстановил разрушенный жертвенник Творца. Когда звук прекращается, приближается к отдаче нижней и входит в звук с высшим, то есть, что-то вознес на жертвенник. Из его желаний исправил на ради отдачи из неживого растительного животного из всех своих желаний поднял их на уровень говорящей, то есть, включил их в намерение ради отдачи и получил в этом ради отдачи что-то. Это называется, что вознес жертву. И это было по причине союза, который был оставлен миром. Малхут называется жертвенником Творца и была разрушена по причине союза, который оставили сыновья Израиля. Сказано, «И взял Ильяу двенадцать камней по числу колен сынов Якова». Это исправление жертвенника Творца, то есть исправление разрушенного его восстановления, так как нарушение союза разрушает строение Малхут, ибо девять ее нижних сферот разрушаются и падают нечистые силы, клепот, а исправление союза снова выстраивают ее в десяти сферот, которые в состоянии свечения хохма делятся на двенадцать на то, что указывает двенадцать камней. Поскольку есть юткей вавкей, в Зайрампине которых является дающим, и Малхут получает это в трех линиях, и три помноженное на четыре, юткей вавкей четыре, это двенадцать, двенадцать колен, двенадцать колен, двенадцать быков, когда получает наполнение Дзайрампин в трех линиях. Вопрос. Когда говорят девять нижних сферот, в Малхут говорится об отраженном свете, поэтому говорится о нижних. Нет, девять нижних. Кетер остается в мире Ацелута, а нижние сферы отпадают в Бия. Йоси из виртуальной группы спрашивает, Зевук с другим Богом приводит к осознанию зла? И если это постигается, что это от другого Бога, конечно же, это осознание зла. Сознание зла, потому что от другого Бога. Кто ведет меня сейчас? Противоположной святости — это осознание зла. Но я осознал ли я это? Да? Вопрос о Мико. Раф, иногда девять первых Малхут поднимается в Малхут, а здесь девять нижних. Неважно, какая разница. Точка Кетера всегда остается, поскольку она не разбилась. Мы это изучаем в разбиении Килим. И как будто она относится к творению. Без этой точки вообще нет связи между Творцом. Это вообще та точка. Но мы поговорим еще об этом. Но это так. Точка остается в поцелуйте всегда. Да. Вопрос. Орен. И я немного запутался от формы учебы, которой мы сейчас занимаемся по сравнению с тем, что было вчера. Очень отличается. А в чем это выражается? В каком виде необходимо? Я как будто не могу понять. то, что мы сейчас говорим, вы не можете представить внутри себя. Внутри себя человек не может пытаться почувствовать, что такое жертвенник, творец, его желание, его жертвоприношение. Когда приходит ради отдачи, вместо ради получения, что он жертвует этим, что жертвенником называется, когда он входит в какое-то свойство бены, где он может скрыться, а все остальное неживое растительное животное говорящее, которое он не способен прилепить к дворцу, пускай исчезнет из мира в тех же водах, но уже в водах потопа, которые разрушат это все, и только этого он желает, чтобы это осталось, и чтобы войти в бену, как в матку. Я не знаю, и что не может представить, что Творец ревнует, что он находится с другим желанием, и получения, ради получения, он служит кому-то другому, ну скажем, как фараону вместо Творца. это вещи, которые нужно представить внутри. Сейчас в Зоре очень много таких рассказов, которые ты должен провести. Я понимаю, что ты говоришь. Затем это все соединяется вместе, воедино, но ты хочешь все время находиться в желании получать, желание отдавать, но нужно определить их какими-то именами, есть разница между ними, между двумя этими свойствами. Нет больше, чем получение и отдача, но соединение между ними, оно настолько разнообразно, и ты видишь, что мы читали сейчас 20 строчек, и говорится в них о таком количестве состояний. Необходима внешняя картина, которую мы изучаем в Торе, тоже привнести внутрь и противопоставить им, не важно фантазировать, какие-то внутренние ситуации с моими желаниями. Что у меня, что я думаю, что такое творец, кто внутри, а это творение, скажем, это что-то близкое мне, это далекое от меня, это что-то за это, а это против то есть две части в конечном счете, а я посередине. Мы все время будем говорить таким образом об изменениях, но я не вижу здесь сильного изменения. ну скажи, я имел ввиду не со стороны текста, а со стороны динамики самого урока. Вчера был у нас урок, когда вы дали направление, как нужно относиться к течению текста, чтобы это прошло по нам, и тогда мы читали, а сейчас совершенно другой вид изучения, мы читали взор, вопрос-ответ, и так, так, совершенно другая динамика. Секундочку, мы не пытаемся почувствовать это внутри, мы не говорим о ревности, ненависти, любви, подъеме желаний. Я не могу все время оставаться в виде, в том же виде, не добавив ничего, то есть каждый должен найти в себе пытаться или установить для себя, неважно, это истина или нет, конечно же, пока это не истина, что это Зайрампин, это Малхут, это союз, точка контакта между ними, что это связь в плохом состоянии, в хорошем состоянии. Называй это Зайрампин Малхут, если это выбрасывает тебя в какую-то физику, называя это просто я и он. Я все время буду говорить, исходя из того, насколько я понимаю, что этот отрывок более близок к чувству и к восприятию. Но мне так кажется, я чувствую изнутри себя вот такое желание сказать. Мы постепенно найдем. Я не думаю, что это должно быть в одном виде, но мы говорим о том же, мы же говорили о Зайрампин и Малхут, да или нет? Всегда с первой секунды я сказал, все находится только в одной точке. Мы сейчас говорили о Ноке, да, о ковчеге, о потопе, о моих желаниях, которые могут войти, о тех, которые не могут войти. Я приближаюсь к Творцу с каким-то неживым растительным животным, моими желаниями добавляю намерения ради отдачи. Это называется, что человек приносит жертву. Человек во мне уровень говорящего приводит все остальные желания на ради отдачу. Это называется жертвой. «Саша льдовской из Москвы спрашивает, чем отличаются египетские казни и принесение жертвы. Это не важно». Да, Иран, есть точка во мне, которая стремится исправить состояние. Однажды это один раз это Ноах, он познает окружение, свойства отдачи, и тогда желание, которое можно привнести. Есть точка во мне, которая называется Ильяу, и она тоже хочет исправить, и сейчас она исправляет жертвы. Почему это один раз Ноах, другой раз Ильяу, в чем различие ощущений? Я не знаю, я не могу сейчас почему ты спросил об Ильяу, потому что он сказал Ильяу, а он говорил об Ицхаке, мне кажется, или нет? Тоже говорил? Это невозможно. Мы в конечном счете хотим впечатлиться от текста, когда мы пытаемся понять где-то, что это за желание в нас, какие понятия, какая связь между ними. Мы хотим так, знаешь, как ребенок, желаем определить эти вещи. В соответствии с этим усилием приходит окружающий свет и раскрывает нам это. Нет здесь включения разума. Разум только для того, чтобы сосредоточиться на модели. И нет здесь никакой опасности запутаться и ошибиться. Это вообще ничто. Понимая все наоборот, это не важно. Главное усилие. Иран, я спрашиваю, что мне необходимо желать почувствовать. Когда ребенок смотрит на большого, он понимает, это хорошо, это нет. Чего не достает мне в ощущение, когда не знаешь, чего не достает, чтобы почувствовать, что это нох, это ильяу. Чего не достает? представь себя ребенком. Скажем, скоро ты опять родишься. Ну, надеемся, что нет, но скажем, как ты, и скажем, ты родишься, и будет у тебя также понимание взрослого, с прошлого круга оборота, а сейчас ты облачен в младенца, да? Как ты будешь воспринимать мир? Как ты раскроешь его? Представь себе, что ты чувствуешь в роли ребенка, то есть есть ты, есть внешнее, и эти две вещи различаются, два мира. Как ты сейчас раскрываешь мир? Ты не знаешь, что это, что это, ничего, и откуда, и ты пытаешься, ты знаешь, впитать это. Нет у тебя чем, у тебя нет программы, ты не знаешь, к чему соотнести, то и другое. Сейчас ты знаешь, это к этому относится, это к этому. Этого нет у тебя. Это как индейцы, которые видели Каравеллу Колумбуса. и все. Ты просто хочешь впитать, понять, как-то сориентироваться, да? Но это тоска, она должна быть направлена или достаточно просто, что это в общем существует? Нет. Ты хочешь из этого построить какую-то систему, какой-то мир. Ты можешь представить это по-другому, не то, что это внутри. Допустим, мы сейчас находимся в мире. Ничего мы не узнаем в нем. Все здесь находится. Я ничего не узнаю. Где это все находится рядом со мной? Это может привести нас каким-то образом, поэтому мы не очень хотим говорить так, но это не важно, это то же самое. Просто представь себе ребенка, который находится в мире. Он видит эти вещи, не видит. Он даже не слышит в начале. Несколько дней он даже не слышит. Первые. И несколько недель не видит. И еще, еще. Он не реагирует, он внутри себя. Так и мы. Глаза внутри, уши внутри, все внутри. И постепенно начинает раскрываться такой путь. Это естественный путь. Это природа. Это не случайно, это не искусственно, то, что мы делаем. Мы следуем буквально как в этой жизни. Да? Я просто не помню себя младенцем, поэтому мне трудно понять эту естественность, природу. Я не смеюсь, но ребенок в своем внутреннем естественном состоянии, у него есть тоска, потому, то есть, ты не видишь потом, когда они начинают немножко больше реагировать, насколько он все воспринимает, ты даже не можешь его удержать, ты только держать его, он готов сейчас все попробовать, все берет в рот, потом все поломать, подвигать, пожать, все, всего дотронуться, движение к тому, чтобы все попробовать, все вкусить, это его движение? Да. Да, да, вкусить, получить, почувствовать. Ну, хорошо, еще немного. 159 пункт, которому сказано было слово Творца, спрашивается, по какой причине упоминается здесь имя Исраэль в связи с жертвенником, и говорится, разумеется, исправление в том, чтобы поднять Малхут Кабова има и вернуть Святой Союз на свое место, чтобы Исот Зерампина снова взаимодействовал, производил Зевук с Малхут, ведь Зевук зон Зерампина и Нуква наступает лишь после их подъема вместо Абава има, как сказано, ибо оставил Союз твой сыновья Исраэля, и потому жертвенники твои, то есть Малхут, разрушились, и при этом Союза, и при исправлении Союза она отстраивается заново. Сто шестьдесят. Пока Исраэль хранят свой Союз Святой, они обеспечивают существование наверху и внизу, а когда они оставляют этот Союз, тогда нет существования наверху и внизу. Наверху это обычно в Бене, а внизу это обычно Малхут, то есть Бене дают возможность отдавать, Бене называется Илуким, Творец, Выше Има, А Малхут Шхинея дают наполниться и тогда наполнить все души. Как сказано, если бы не Союз с Мой днем и ночью, не установил бы Я законов неба и земли. И потому сказано здесь, и восстановил разрушенный жертвенник Творца. Но разве считается это восстановлением или излечением? Да. Ибо он исполняет в том месте, от которого зависит вера. Исполняет Союз, Исот, от которого зависит Малхут, называющийся верой. Или Бена называется верой. 161. Пенхас, когда возревновал в деле земри, на своем месте исправил этот союз, и потому сказано, вот я даю союз свой мира. И разве можно помыслить, что мир для Пенхаса это мир? Какое же противоречие было у Пенхаса с этим союзом? Однако здесь, благодаря слову мир, шалом, все встает на свое место. И вот даю я ему союз свой. И что же дам к союзу? Мир, то есть зевук, чтобы соединился дом на своем месте, Малхут. И вот я даю ему союз свой мира. Мир, шалом, это место, с которым нужно нужно соединиться и произвести зевук с Малхут, называющийся мир. Ибо что отделилось от него, от Исода, из-за прегрешений Исраэля, Малхут, отделившийся от Исода, снова вернулось и соединилась с помощью Пенхаса. И поскольку Он исправил дело на своем месте, отсюда и далее постольку будет ему. 162. Нет в мире ничего, что творится ревной так, как грех союза. Как сказано, «Меч мстящий за нарушение союза, и грех поколения потопа стал полным лишь потому, что согрешили растлением пути своих на земле, и хотя грабили друг друга, как сказано, и наполнилась земля разбоем, и сказано, ибо полна все равно сказано, и растлива земля, и вот растлеваю я их». Это означает одно напротив другого. «Вот я растлеваю их за грех растления семени». Таким образом, в приговорах был подписан имя за нарушение союза. 163. «Есть такие, кто говорит, что чаша их была переполнена именно из-за греха разбоя, поскольку грабили друг друга и тем самым были нечестивы к небесам и к людям. и сколько правителей наверху назначенных за голоса тех, кто передавал тяжбу с другими на суд небес за то, что было сделано им. И об этом грехе сказано, полна земля разбоя из-за них». То есть, каждый передавал тяжбу с другим на суд небес. «И потому сказано о них, и вот растлеваю я их землю». И это причина потопа. Вопросы? Да. Когда мы готовились к уроку, мы читали отрывок, где написано «Даже если ты ничего не понимаешь взор, ты все равно что-то получаешь, что-то, не нужно ничего понимать. Это неверно. Не нужно понимать ничего. Даже если ты не понимаешь, что ты что-то выгадываешь, нет, это совершенно неверно. Ты получаешь согласно своему желанию включиться в то, что говорит Зор о хороших или плохих вещах, неважно, проживать это, как в какое-то путешествие, какое-то приключение. я хочу течь с этими волнами, которые Зор несет, буквально вот так вот, как в книге приключенческой какой-то. Жить этим, впечатляться, чувствовать, плакать, смеяться, все. Это то, что я хочу. Это не для понимания. Это не для понимания. Это знаешь, как глупые женщины читают романы. Ну, так, я не сравниваю, на девушки такого возраста определенного. Таким образом, я прошу прощения, что я так говорю, чтобы там потом не сказали, что я кем-то презираю, кого-то пренебрегаю. Я хочу вот таким образом. Так, просто, не более того. За этим придет разум. И в том отрывке, который мы читали, дали такой пример, который мне очень нравится. Это все равно, что кто-то входит в какой-то ханут, где продаются духи, и когда он выходит, к нему этот, остается с ним этот запах. А что это за запах, который остается? Вы можете сказать с точки зрения учебы. Ты хочешь, я рассказал тебе об Траорхозер, а то, что это приносит Тор-Ишар, возвращающий к источнику. Для чего тебе это? Дает тебе ощущение, для чего тебе нужен разум здесь? Свет, который дает, он дает немножко тебе что-то от свойств отдачи, и ты начинаешь здесь обонять какие-то вещи. как к этому присоединяют все то, что мы учимся вместе. Об этом вообще ничего говорить. Это просто нечего даже напоминать об этих вещах. Это должно быть и в этом изучении, и во всех изучениях. Достаточно. это вы говорите об этом, если вы хотите между собой. Это само собой разумеется. Да. Что это за союз, который он дает мне, и что это за мир, который он дает внутри союза? Есть звук Шалом, это как Шломо и Давид, если ты уж хочешь быть таким философом, если тебе так это важно. Шломо это более высший звук, Давид это нижий звук, есть всякие вещи, но почему тебе так это важно? Я говорю вам не то, что там для начальщих, что это не стоит. Это буквально не важно. Ты все равно ты можешь учиться взять отсюда миллион разных вещей и записать словарь, что это означает, что это и так далее. У тебя будет вот такая большая книга. Это не стоит и ломаного гроша. Только для этих философов иерусалимских каббалистов, ты понимаешь? Это не внесет тебя в духовное. И поэтому сказал он шалом, шалом, сказал союз, союз. Я все время хотел почувствовать, где это, что это. Не понять, почувствовать, впечатлиться. Вот и все. Я выхожу сейчас из урока, ничего не помню и не нужно помнить. Ничего. Все равно мы будем знать там 10-20 этих определений бина, молхут, исот, хагатные дезерампин, всякие такие там праотцы, сыновья. но это все слова. Вот и все. Я говорю, иначе вы просто сбиваетесь, отстраняетесь от того, что делает зор. Баля Сулам написал это не для того, чтобы втянуть нас в учебу, чтобы дать нам точки опоры, чтобы мы взяли зор, как некие образы такие абстрактные. И он дал такую контру против этого. Но нет то, чтобы мы сейчас начали сейчас истолковывать его в сферот. Если я говорю какие-то сфероты или что-то, я должен сказать слова? Я должен что-то бросить, какие-то названия. Не более того. Да. Я пытаюсь себя направить, читая тексты, понять, как это нужно делать. Рассказ, который он здесь рассказывает, можно воспринимать на 125 ступенях. Что нужно воспринимать самую высокую ступень? Я не знаю, что ты спрашиваешь. Я сказал, что воспринимать. Надо пытаться чувствовать то, что он рассказывает. Что он рассказывает, и я не знаю. Я тоже с тобой вместе пытаюсь почувствовать. Это не вопрос. Пожалуйста, Бенци. Леонид Ильзаров спрашивает, и спрашивает, мы изучаем и Птиху, и ТЭС, и все говорят о самой высокой чувстве реальности. Почему в Зоре это настолько сильно? на самом деле я не могу это в точности объяснить. Это поскольку ни одна книга не написана на таком высоком уровне десятью людьми, которые были как источником этих десяти сферот. которые все находились в конце исправления, на всех 125 ступенях, были в едином соединении в Малхут бесконечности и отменили себя настолько и из самой нижней точки до самой высшей точки могут провести через всю их основу так же и к нам свет как будто он из бесконечности он перед тобой ты можешь из этой книги получить все эти уровни не было случая возможности ни у одного каббалиста или группы каббалистов проделать это это я так думаю я не знаю может быть Бали Сулам тут и там или еще различные каббалисты пишут в чем-то об этом это мое мнение что просто 10 истинных сферот начиная с этого мира проделали исправление до высшего мира и поэтому они способны преподнести нам такую силу которая просто готова исправить все именно в наше время поэтому она раскрывается и ни в какое другое время не желательно было раскрытие этой силы почему они написали это в таком виде я так много думал об этом что я даже не знаю они увидели что именно в таком виде хорошо написать взять Тору в соответствии с тем что они говорят о ней продолжать свет притянуть его все таки Тора является первым источником и Моше получил ее он единственный скажем так удостоившийся Зевуга соединения с Творцом на такой высокой ступени и поэтому то что он выразил в своей книге является раскрытием в определенном виде но это самое большое раскрытие и поэтому они облачили это раскрытие в десять их определений каждый в десять их свойств каждый говорит по-другому да Балли Салам пишет в раскрытие пяти и скрытие двух он говорит выяснение вещи в науке истины совершенно не зависит от величия или малости каббалиста а это а это то что светит этой душе поскольку свечение этой души в качестве позволения свыше раскрыть высшую науку и мы изучаем из этого что тот кто не удостоился этого позволения не может выяснить ничего в этой науке поскольку не может облачить эти тонкие вещи подходящие для этого слова в таком виде чтобы не споткнулись на этом который интересуется поэтому мы не находим ни одной книги в науке истины до Зора Рашби поскольку все книги предварившие эту науку не называются выяснениями в науке а только указаниями на что-то ну продолжим немного статья приди ты и весь войди со всем семейством твоим поскольку вы видите на 28 странице он сказал чтобы соединился дом на месте своем непонятно о чем он здесь говорит да и сказал творец ноуку войди со всем семейством твоим везде в тексте используется имя Элоким творца а в данном случае написано имя Авая являющиеся высшим названием милосердия поскольку по правилам приличия не принято чтобы женщина приглашала к себе гостя иначе как с позволения мужа 165 пункт так и здесь пригласил Ноаха войти в ковчег молхут чтобы соединиться с ней и было Ноаху неудобно пока хозяин ковчега не даст ему позволения войти как сказано войди со всем семейством твоим в ковчег и поэтому в данном случае пишется Авая поскольку именно он хозяин ковчега ибо Авая это зерампин а ковчег это малхут и тогда вошел Ноах и соединился с ковчегом поскольку гостю нельзя входить в дом иначе как с позволения мужа хозяина дома и как написано затем и вошел Ноах то есть должно быть сначала намерение ради отдачи связь творцом ради него и только затем ты должен понять какие свойства какие желания ты можешь присоединить к этому 166 пункт сказано ибо тебя я увидел праведным отсюда видно что человек не пригласит в дом гостя если он опасается что тот грешен но только если гость в его глазах считается праведником у него вовсе не возникает никаких опасений как сказано войди со всем семейством твоим в ковчег ибо тебя увидел я праведным предо мною в этом поколении 167 пункт если позволение дано только гостю но не всем кто пришел с ним то гость не ведет их в дом как сказано войди со всем семейством твоим в ковчег когда все получили позволение войти на этом примере мы изучили внутренний смысл общепринятых правил поведения он больше здесь не объясняет вопросы изучение книги зор очень сильное впечатление развивает аж до Китая дошло вот это воодушевление о вейн о вейн из синий из Китая вопрос такой он задает является ли потомками в рамоте кто живут в Китае и могут ли они благодаря книге зор тоже исправить свой эгоизм мы когда нибудь поговорим об этом что такое Китай есть есть очень интересные тексты в источниках об этом но на самом деле очень глубокая связь и очень очень древние есть у нас с Китаем у народа Израиля еще начиная с первого храма и даже до этого и в культуре Китая есть очень много уже в таком виде когда на протяжении тысяч лет не видно уже по прошествии лет что это исходит из Израиля но это все таки есть здесь много вещей затем поговорим не сейчас да Даниэль Зашкелон спрашивает можно ли мы удерживаться в изучении Зорана 24 часа в день в дежурстве в таком Небарухе и это ускорит избавление я очень боюсь что это станет обычной станет просто привычкой рутиной и если к Зору не будет у него почтения уже все поэтому я очень боюсь если мы каждый день начнем изучать Зор что тогда будет и может быть стоит дать больше времени между уроками чтобы каждый раз подумать да изучать нет и в каком виде я готов все время заниматься этим понятно да вопрос из Израиля зритель спрашивает можно ли встретиться в группах и читать Зор или же нужен учитель при этом нам стоит послать им то что мы уже обработали не все а отобрать оттуда то что подходит лучше им что нибудь легкое если они хотят могут сами учить конечно же нет запрещения не дай бог но чтобы они проделали это в виде ну в правильных дозах ну дальше статья творцу земля и все наполняющее ее 168 пункт давидов псалом давидов псалом творцу земля и все наполняющее ее давидов псалом указывает что вознес песен а затем опустился на него дух святости а если написано псалом давида это указывает что сначала охватил его дух святости а затем вознес песнь 169 пункт творцу земля и все наполняющее ее о земле израиля сказано о земле святости все наполняющее ее это шхина как сказано ибо наполнила слава творца дом творца и сказано ибо наполнила слава творца скинью говорится о шхине которая наполнилась всем которая наполнена солнцем луна это шхина полная благодаря всем праведникам наполненная всем благом свыше мироздания и все обитающие в нем говорится обо всех остальных странах кроме земли израиля 170 творцу земля и все наполняющее ее высшая земля святости нуква которую страстно желает творец все наполняющее ее это души праведников которыми нуква наполняется силой единой основы есода зерампина на котором стоит мир то есть все что есть в мире нукве получено от есода зерампина и поэтому считается что мир стоит над ним на нем 171 на единой основе основан сказано ибо он на морях основал ее землю и он обращает нас к творцу он обращает нас к творцу 172 ибо он на морях основал ее и на реках утвердил ее это семь основ на которых основана нуква и они наполняют ее а она наполняется ими и это семь сферот хагат негим зерампина и наполняется ими в час когда праведники умножились в мире тогда эта земля нуква дает плоды и наполняется всем 173 о том времени когда грешники умножились в мире написано как воды уходят из моря и река иссихает и высыхает как воды уходят из моря это святая земля нуква орошаемая высшим поливом а теперь как воды уходят и нет их и река иссякает и иссыхает это та самая основа на которой основана она есот который сейчас иссяк и высох это все равно что сказать исчез праведник это и иссод называемый праведник это отрывок очень такой характерный для многих страниц зора он говорит так как будто бы рассказывает рассказ и тут и там вставляет так раз где-то в 20 слов как что-то какие-то определения сферот и на языке кабалы что вы думаете об этом отрывке это ближе к чувству да кто там в конце да шай я думаю да тут есть такие образы как воды как грешники что-то можно за что-то зацепиться нет много таких терминов воды грешники ковчег творец ноах союз стоит перевести это на чувство без слов без названий постараться чтобы они были более абстрактные от нашего представления но потом если тебе скажут вода тебе будет понятно о чем говорится камень тоже бык скот тоже ты уже не будешь представлять себе ничего из этого мира потому что духовные понятия будут намного сильнее ощущаемые такие более явные и ты не будешь представлять эти вещи этого мира хорошо я рекомендую так давайте снова прочитаем это только не читай то 60 название эти пункты а так вот читай подряд Творцу земля и все наполняющее ее Давиду Псалом Творцу земля и все наполняющее ее Давиду Псалом указывает что вознес песень а затем опустился на дух святости на него дух святости а если написано Псалом Давида это указывает что сначала охватил его дух святости а затем вознес песень Творцу земля и все наполняющее ее о земле Израиля сказано о земле святости а все наполняющее ее это шхина как сказано ибо наполнило слава Творца дом Творца и сказано ибо наполнило слава Творца Луна, скинию, говорится о шхине, которая наполнилась всем, которая наполнена солнцем. Луна — это шхина, полная благодаря всем праведникам, наполняемая всем благом свыше. Мироздание и всеобитающее в нем говорится обо всех остальных странах, кроме земли Израиля. «Творцу земля и все наполняющее ее, высшая земля святости, нуква, которую страстно желает Творец». Все наполняющее ее — это души праведников, которыми нуква наполняется силой единой основы Ясода Зерампина, на котором основывается мир. То есть все, что есть в мире, нукве, получено от Ясода Зерампина, и поэтому считается, что мир основан на нем. «На единой основе основан, сказано, ибо Он на морях основал ее землю». «И это обращает нас к Творцу, ибо Он на морях основал ее, и на реках утвердил ее. Это семь основ, на которых основана нуква, и они наполняют ее, а она наполняется ими. «И это семь сферот хагат негим зерампина, и наполняется им в час, когда праведники умножились в мире. Тогда эта земля, нуква, дает плоды и полна всем». «О том времени, когда грежники умножились в мире, написано, «Как воды уходят из моря, и река иссякает и высыхает». «Как воды уходят из моря, это святая земля, нуква, которая орошается высшим поливом. А теперь, как воды уходят и нет их, и река иссякает и иссыхает, это та самая основа, на которой основана она. Есот, который сейчас иссяк и высох, это все равно, что сказать «исчез праведник». Это Есот, основа, называемая праведник. Да. В процессе учебы есть потребность. Можно соединиться с текстом, и можно думать об объединении. Если я думаю об объединении, то я убегаю из текста. Если я думаю о тексте, я убегаю от объединения. Я дам тебе подсказку. Подумай, что ты находишься между теми, кто писал Зоор. И все. Между обладателями Зоора, авторами. Они сидят в группе, люди, 10 человек. Они все великие, каббалисты. И ты вместе с ними в объединении, в любви, в братстве, во всем. И ты хочешь слушать то, что они говорят. Ты как будто бы находишься между ними. Вот так вот растворяешься между ними, как маленький ребенок. Попытайся так. Если ты не можешь по-другому, может быть, это поможет. Объединение обязано быть. И если ты не способен находиться в объединении с товарищами этими, попытайся так сделать. Может быть, поможет. Что он хочет рядом с тобой? Дает большое впечатление. Но при втором прочтении нет и палуб. Это верно. Я тоже почувствовал, что при втором прочтении вы уже не ожидали чего-то. Здесь нужно искать. Просто понять, что глубина, которая есть взор, она такая многослойна. И мы как будто бы хотим с первого чтения поймать связь между словами, какое-то воодушевление от этого слова, от этого слова немножко так надкусить. Но вкус приходит потом, когда человек берет это течение, те вещи, которыми мы наслаждаемся, которые мы понимаем, мы любим возвращаться к ним. Я намного больше люблю слышать пение, когда я уже знаю какую-то песню, я пою вместе, это уже играет во мне, у меня уже есть к этому желание, я уже знаю, чего ожидать, я уже наполняю свои желания, чем первый раз, когда у меня еще пока нет желания, поэтому сказано, я ел и еще буду есть. Поэтому первый раз при грехе древознания не называлось грехом, потому что не было кли. Как написано, женщина не делает союз, иначе чем с тем, у кого есть клей, поэтому первый раз-то ничто. Мы просто еще не вкусили что-то, чтобы продолжить, и поэтому, к сожалению, это происходит с нами. Он говорит правильно, это такое явление, я почувствовал это, но это лишь говорит о том, что мы пройдем сначала в таком слое, а потом посмотрим. Мне сказали, что я должен заканчивать, я не знаю, да? Там уже зажглось что-то, да? Ну, есть еще вопрос. Я должен переводить эти понятия внутри себя, и вы сказали, что словарь не стоит ломаного гроша. Как я могу это связать вместе? Смотри, я говорю тем людям, которые все-таки как-то могут представить строение мира Ацелут. Атикари Хампин, Абвима, Ишсут, Зерампин, Малхут, Брияйц, Россия, эти миры. В этих мирах находятся души, в Бия. Вся связь между душами, которые поднимаются из Бия в Малхут мира Ацелут. Малхут производит звук Зерампином. Зерампин, это он находится в ваку, он получает свет для Малхута, который хочет быть как Бина, и вся эта механика нету, ничего другого. Все, что я сказал, это и все, что мы должны знать для того, чтобы читать Зоор. Потом он объясняет, если там нужно, он входит в большее, но он в сущности опирается на очень простое. Все остальное там объясняет Арош Дарихампин, разные системы, так он объясняет там на месте. И тоже, если ты не поймешь, ничего не случится, ничего. Но вот этот блок ты, да, должен знать. я думаю, кампус дает картину этого, если нет, ну, нарисуем это, чтобы было перед тобой. Это, может быть, стоит сделать. Я должен заканчивать, да, ну, там врач спрашивает, давай. не, ты, я понимаю, что ты, а, ты этот, отоларинголог. Первое ощущение, чтение, это как я вкусил какое-то вино такое, а второе прочтение, как будто я уже попробовал его, знаю. Да? Интересно. Ну, в общем, ощущение второй раз должно быть больше молитвы. Очень хорошо. Ладно, я не знаю, что делать. Начинать зор утром. Каждое утро или нет, первый урок или нет, первую часть урока или нет. Я пока еще нахожусь в дилемме, потому что вы тоже должны подумать. Нужно взять в расчет, чтобы это не потеряло свою цену, чтобы не стало чем-то дешевым. Может быть, два раза в неделю, там, скажем, понедельник, четверг вместо первой части урока. Давайте попытаемся. Давайте пока два раза в неделю пытаться, кроме шабата. Хорошо. Всем доброй недели. Субтитры создавал DimaTorzok